герои встречаются везде. Неважно, это человек или вымышленный персонаж, суть от этого не меняется. Возьмем, например, Карлоса Пачика, обыкновенного джентльмена, который любит снимать на свою фотокамеру разные объекты. Это его хобби. Ему нравится, например, снимать огни и даже пожары. В этом он видит красоту и возможность для проявления своего профессионализма. Недавно он был в сельской местности Северной Дакоты, где остановился, чтобы заснять горящую кучу мусора. Во время съемок он слышал какой-то слабый звук, но не мог разобрать его источник. А когда Карлос внимательно посмотрел на снимках, сквозь эти сучья и хворост, он внезапно увидел маленького котенка, бедное существо, было полностью охвачено пламенем. Я должен был сделать все возможное, чтобы спасти это маленькое создание, вспоминает Карлос. Подобрав подходящую палку, он смог вытащить котенка, шерсть которого была охвачена огнем. Было видно, что котенок дышит из последних сил. Оказалось, рядом были его братик и сестренка. Он поместил их в коробку и помчался к ветеринару. Котенок был в очень плохом состоянии. Все четыре лапки были покрыты следами от ожогов. Другой котенок не имел каких-либо травм, но его состояние было плохим из-за отравления угарным газом. Третий котенок, которому дали кличку Пиро, страдал от ожога в третьей степени. Мани, второй котенок, имел проблемы с дыханием. Понятно, что котятам потребуется еще кое-какое время на полное восстановление. Но самое удивительное то, что Карлос вознамерился забрать их всех к себе домой. «Мы пережили вместе многое», говорит Карлос. Вне зависимости от того, заберет ли Карлос к себе всех котят, они должны быть ему безумно благодарны, ведь он подарил им вторую жизнь.